Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас опять на моём канале. Меня зовут Оксана. Как-то давно кто-то спросил, что я делаю со своими старыми работами, которые мне не понравились. И вот сейчас я вам покажу, что я с ними делаю. И сразу хочу предупредить, что такое можно делать только с хорошими, дорогими бумагами. Сейчас перед вами работа, написанная на бумаге Арчис. 300 грамм, холодный пресс. Бренд акварели я уже не помню. Бумага замочена в самой обыкновенной воде, комнатной температуры. Можно использовать стиральный порошок, если, конечно, он у вас ещё есть. Почему-то именно порошок лучше работает, чем жидкие моющие средства. И, кстати, когда используют стиральный порошок, то потом новый слой краски будет создавать такие интересные, яркие переливы и соединения краски. Но в данный момент я пользуюсь просто водой. Для камеры, для видео так лучше видно. Иначе сейчас вы бы видели просто пену и непонятно, что там внутри происходит. Бумаги, которые очень легко становятся мягкими и очень легко скатываются, конечно, для такой процедуры не подходят. Если постараться использовать стиральный порошок и очень аккуратно губкой вот так втирать этот порошок, то арчис можно вымыть почти до первоначального состояния. Когда эта бумага высохнет, она будет достаточно белая. Я сейчас не использую стиральный порошок, поэтому у меня всё-таки что-то на бумаге, да, останется. Но дело в том, что даже этого уже достаточно. Очень часто, если даже не в большинстве случаев, белая бумага нам и не нужна. Конечно же, у вас возникает вопрос, а как же эта бумага по качеству? Что происходит с проклейкой? Смывается она или не смывается? Да, частично проклейка смывается, и качество бумаги уже не такое хорошее. Но если сравнивать с другими брендами, то вот я бы сказала, что сейчас мягкость этой бумаги и то, как по ней будет идти краска, мне напоминает бумагу фирмы Fabriano. Fabriano вы так не вымоете. Эта бумага будет очень мягкая и будет стираться небольшой слой бумаги, прямо скатываться. И что я делаю в таком случае, когда я вымываю Fabriano? Я смываю краску прямо вместе с этим слоем бумаги. То есть получается, что проклейка верхняя полностью стирается. А потом я эту бумагу рву на мелкие кусочки, ложу в блендер, заливаю опять водой. Этот блендер прокручиваю минуты 2-3, и получаются такие как бы мелкие хлопья, плавающие в воде. И потом я выливаю новый лист бумаги. И пока эта бумага мокрая, я наношу свою проклейку. Раньше я заваривала желатин. А теперь я использую просто жидкий крахмал. Работает даже еще лучше, чем желатин. Сегодня я буду пользоваться вот этой фотографией. Это я сфотографировала во время заката. Здесь недалеко от нас. Небо не сильно интересное. Я его изменю как-то, сделаю темнее. Может, какие-то тучи добавлю. Вот эта зеленая часть мне нравится. Мне нравится то, что вода светлая, и как она просвещается через зелень. Вот там вдалеке я вижу мост, и этот мост такой светлый, его почти не видно. Поэтому я мост сделаю темный, чтобы он как-то был заметен. Ну, конечно, он сильно яркий мне не нужен, но все равно какая-то темная линия вот здесь пойдет. Бумага все еще мокрая. Даже немножечко еще блестит. Когда бумага блестит, это самый класс, самое время, чтобы делать небо. Краска должна быть густая. И если ваша акварель не сразу дает вам эту густоту, то это сложно. Невская палитра, она для многого хорошая краска. Но вот так с нее сразу густую краску, не текущую, не получить. Это надо долго его, это все размакивать. Значит, побрызгаем ее еще. Потому что я думаю, что это у меня будет канитель такая со всеми красками. Возьмем сюда еще фиолетового добавим. Я хочу небо более драматическое такое, чем у меня. сделать, чем на фотографии. На фотографии оно просто, да, голубое. Там небольшой фиолетовый туман поднимается. Но мне, в принципе, с этой фотографией нужна только речка. И темные пятна. Мне нравятся темные пятна на этой фотографии. Такую возьмем, давай-ка, такую возьмем. Вот здесь, я думаю, будет у меня такие темные пятна. То ли тучи, то ли туман. Видите, краска еще недостаточно густая даже. И вот такие места беленькие, которые остаются между этими тучами, они потом красиво заполнятся. Они такими белыми не будут. Это можно еще темнее сделать. О, красавец! У меня в этой палитре нет индига. Так бы я сейчас индига принимала. Так бы я сейчас индига бы вписывала. Давайте чуть, что у меня тут. Черный. Сильно черный я не хочу, но темный можно. Чем-то похож. Пока бумага мокрая, то на ней можно сделать много всякого интересного. Как только малиновый вписывается, сразу получается закат. Так, ну что, потечет она хоть как-то? Никак не потечет. Сейчас мы ее побрызгаем. Она потекла. Слабо, но передвигается. Нам сильно и не надо. Я думаю, вот сюда еще темнее сейчас вписать. Ой, это коричневый был. Я хотел черный взять. Так, фиолетовый. Ультрамарин. Сделать нечто похожее на индига. Да, небо будет совсем не такое, как на фотографии. Но зато будет лучше. Ну, давай краска. Ну, давай краска. Давай-ка потемнее зеленый. Сюда тоже. О, это ярко-красный прямо. Сегодня я буду много брызгать. Все будет мокрое. И пока бумага мокрая, с ней можно много производить манипуляций. Много добавлять света. Все это высохнет без вот этих четких линий. Я даже и не боюсь их проводить. Сюда можно чуть так вписать. Поехали обратно. Только на одно небо можно час потратить. Переводить его с одной стороны в другую. Сюда. Так, я его сейчас так оставлю на несколько минут. Я не буду вас заставлять смотреть это время. Это будет так минут пять, наверное. Я просто потом включу камеру опять. Вот прошло несколько минут. Теперь идем в эту сторону. И в эту сторону я хочу, чтобы краска шла чуть побыстрее. А вот тут побрызгаю, пусть течет. Теперь в обратную сторону. Или можно сюда. Теперь поехали в эту сторону. Я пока стол уйду. Ну что, теперь вот это может сильно четкое фиолетовое пятно. Сейчас мы тут будем слегка промокать. Можно тут немножко. Теперь эти участки будут высыхать, но все равно будут заплывать, но все равно будет ощущение, что там какие-то тучки. Я думаю, я думаю, вот это оставлять или убирать вот эти потепки. Вроде как и ничего. Здесь, конечно, можно создать кое-какой задний план. Если это тучи, то они обычно такие тонкие, там могут оказаться какие-то здания тоже. Это можно было бы их сейчас выбирать. Ну, я оставлю. У меня светлая будет река. И река идет где-то вот отсюда. Вот так она идет у меня. Здесь она поворачивается. И идет сюда. Я тут просто немножко высушу бумагу. Вот это высокий поворот, цельный. Его надо меньше сделать. Чтобы перспектива больше вышла. Теперь я займусь вот этой стороной. Для этого я переворачиваю эту бумагу. Вот тут участок светлый. Я обязательно хочу сохранить. Ну, вот здесь мы пустим зеленый. Пусть течет. Зеленый вообще слабо обычно высыхает. Да, верт ногами тяжело сообразить, где у меня что. Сейчас я переверну. Чтобы опять разобраться. Значит, речка идет сюда. Вот здесь я хочу ставить светлая. А вот здесь мне нужно добавить больше зеленого. Да, нечто такое. Чуть коричневый, чтобы был более естественный цвет. Эту часть можно вообще поднимать. Давайте-ка чуть этот ядовито-зеленый добавим в коричневый, чтобы он зеленый получался. Так, вот тут поднимаем. Знаете, такие работы делать, это просто класс. Потому что, во-первых, не знаю, что выдержать. Во-вторых, как бы играть с мокрой бумагой, это всегда класс. Что-то краска, ну, не берется, да? Если мои предыдущие видео смотрели, где у меня там большая палитра, там Винза Ньютон, Дэниел Смит. Видно, как краска сразу берется, когда она сухая причем. Только мокрая кисточка, я дотронулся, и все, краска у вас уже на кисти. А тут надо поработать. Бумага очень мокрая. То есть вот эти все линии, они значения не имеют, они все разойдутся. Но сразу, когда проводишь, и, ой, что ж я сделал, все, тут какие-то линии. Все это разойдется. Так, что у меня еще? Мне вверх ногами тяжело это все делать. Картинка на iPad, если я сейчас переверну, она тоже перевернется. Я не хочу с этим возиться сейчас. Ускорим процесс немножко. Нет торпения ждать. Да, классно, если бы вот эти вот все точки вот так бы оставались. Ну, они же не останутся. Все, пусть пока течет. Вон, видно, какая мокрая бумага, прям мокрющая. Видите, течет по ней еще этот фиолетовый слой. Пусть течет, красиво будет. На этой стадии я больше ничего сделать не могу. Мне надо ждать, когда бумага высохнет. А ждать не хочется. Я сейчас ее высушу феном. Крайней мере, хоть немножко высушу феном. Будем продолжать. Я пока видео выключаю, чтобы вы не слышали весь этот грохот. Сейчас бумага уже слегка высохла. Я ее феном просушила до такого состояния, что она не блестит. Но она все равно еще очень мокрая. Вы видите, вот эти мокрые края. И дело в том, что когда я ее мыла губкой, то я ведь смыла верхний слой, верхнюю проклейку. И вот из-за этого сейчас эта бумага такое дает. Обычно Арчес не дает таких линий. Ну что, теперь мне нужна такая полусухая кисточка, но с слабенькой краской. Потому что вот здесь мы сейчас делаем задний план. У меня здесь есть старый горизонт, но я хочу его немножечко сделать выше. Говорят, что посредине горизонта нельзя делать. Можно, если у вас заполнено пространство так, что это не бросается в глаза, то можно. Видя, тут сухая бумага оказалась. Хочу взять линейку, не подложить и не сделать горизонт. Не знаю, чего. Ну что, теперь вот здесь на моей картинке растут деревья, и они дают такие красивые пятна. И вот эти пятна я хочу сделать. Бумага мокрая, и она, видите, расплывается, несмотря на то, что ее высушила. Но это еще происходит опять из-за проклейки, из-за того, что сейчас нет такой хорошей проклейки на этой бумаге больше. на моей картинке вот здесь видно и желтый, и даже я смотрю немножко оранжевый. Но дело в том, что в акварельных работах это не сильно красиво выглядит. Вот тут я начну отступать места, как будто там какие-то здания видны. Там и вправду какие-то здания. Но я эти здания прорисовывать, конечно, не буду. Так, а тут можно уже темнее, краснее делать. Тут у нас как ближе к закату. Это все красиво высохнуть. Здесь в углу у меня прям постройки какие-то на фотографии, но я их делать не буду. Потому что в углу мне внимание привлекать совсем не надо. Там уже темнее немножко. Сюда я хочу темнее и выше сделать. Хотя вот эта часть, в принципе, под раму вырезается. Так, мы ставим пятна, чтобы были какие-то пятна. Видите, как вот это место сразу выделяется. Чтобы по какой-то причине вот здесь у нас кусты другого цвета. Сейчас мы их немножечко сравняем. Смотрите, где либо бумага была более сухая, либо не вытерлась проклейка. И держится вот здесь, вытерлась и расходится. Но это все будет только нормально. Так как тут идет речка. Конечно, мне надо эту речку нарисовать. Она у меня приходит примерно вот сюда. Выходит примерно вот отсюда. Проходит где-то аж сюда. Я боюсь, что эту речку пропущу. Речка должна быть светлая. Теперь вот здесь видно вот такой большой такой берег какой-то. Я думаю, он такой острый, даже не видно его. А теперь речка вот тут идет. Вот так идет. А тут кусты, тут не совсем видно, что происходит. И мост идет так, что мне немножко вот здесь речку видно. То есть это я фотографию с высоты сделала. То есть мост вот так где-то пройдет вот тут. Но мост мы потом нарисуем. Я вытираю, потому что я хочу взять желтый цвет и желтый натуральный. Вода у меня до сих пор грязная. Вот как от этого фиолетового была, так и есть. Ну давай погуще. Видите, не получается, чтобы гуще взять. Вот с этой стороны берег у меня здесь прямо желтый. Здесь, конечно, есть какие-то растения, но я упрощаю. Я растения потом веду, и вот этот кусок я сделаю желтый. А вот этот кусок у меня здесь. Немножко есть желтая полоса, я вижу. А потом идет холодная. Здесь сверху тоже я вижу желтую полосу. А вот это все холодное. Такое серо-голубое. Не сильно холодный. Холоднее надо. Вот такой примерно. Тоже какая-то тень типа начинается. Вот так мы его оставим. Здесь как будто свет просвещается. Здесь как будто еще больше света. Потом тут от моста еще будет. Но пока пусть будет так. Вот это мне надо, чтобы высохло место. Сейчас опять буду сушить. Так что вот выключаю камеру. Потому что вот здесь я хочу четкую линию сделать. Теперь вот здесь внизу, на моей фотографии, цветочки какие-то розовенькие растут. И мне это очень нравится. Я тоже сделаю себе розовенькие цветочки. Такие не сильно густые. Видите, краска достаточно жидкая. Бумага слегка влажная. И вот тут у меня будут цветочки. Несколько как-то типа вперед будет вырываться. Я потом вокруг этих цветочков буду темно-зеленым рисовать. Так мы их доводим вот сюда. Так ненавязчиво, чтобы они не были сильно яркие. Ну, что видно, что тут у нас какие-то цветочки. Китайские кисточки. Неважно, какие они дорогие. С них всегда лезут волосы. Хоть дешевые покупайте, хоть дорогие. Всегда будут лезть волосы. Это сильно одинаковая, как полоска идет. Надо это выше поднять. Вот это я высушила, но оно все равно еще влажное. А полностью сушить я не хочу. Потому что мне надо, чтобы это все плавно расходилось. Оно сейчас незаметно. Вот я поставила эти точки, и вот вроде как стоит. Но через полчаса это все разойдется. и не будет такое плавное. Вот это все тоже. Все это разойдется и не будет такое четкое. Но это я надеюсь. Может после того, что я сделала с этой бумагой, уже все. Можно еще добавить немножко. Вот это мне нравится. Тут сильно мокрое, оно так расходится. Вот так вот. Ну теперь вопрос, вдалеке туман делать будем или не будем. Давайте вот здесь сделаем туман. Если бумага позволит ее еще раз вытирать. Теперь вот это, как поднимаем вверх. Вот эти кусочки будут высыхать такими достаточно туманными. Здесь можно чуть намочить. чтобы она светлее высыхала. Туман вообще делают, когда задний план очень темный. Да, выходит красивее. Я боюсь эту бумагу темнить. Она уже и так намученная, вымученная. Посмотрим, как высохнет туманностью. Вот это обычно высыхает. Как будто туман. Тут можно чуть еще сделать. Красота. Уже похоже на туман. Так, ну что, теперь здесь, вот здесь, где будет мост, тоже можно туманность повышать. Вот это вот здесь. Теперь я хочу сделать тёмно-зелёный цвет. Местами даже совсем не зелёный. А потом немножко высушить вот это место. Да, он тёмный. Хорошо. Сейчас я вот это высушу. Ну что, теперь я начну вписывать зелень. Начну с такого места, которое привлекательно. Вот примерно отсюда. Где-то вот так высоко. Начну с жёлтого. Краска пока достаточно жидкая. Мне надо, чтобы она легко перетекала одна в другую. Видите, все эти капельки, чтобы они перетекали легко. И вот здесь вверху много разных просветов. Скажем, вот здесь будет палочка какая-то, кустик. Потом ниже будет темнее. Здесь пока так. Здесь как будто ещё солнце попадает на мой куст. О, здесь мокрая, не высохла. Вы знаете, что? Это не то, что не высохла. Это где смылось больше проклейки. А вот здесь смылось меньше, и оно держится. Видите, что значит без проклейки. Ну, в акварельной работе это будет только класс. Это будет только лучше. Когда в каких-то местах чёткое, а в каких-то не сильно чёткое. Что у нас тут делается? надо же ещё не забыть, что речка должна просвещаться. Здесь дырку сейчас сделаем, чтобы просвещалась вода. вот здесь тоже. Так, вот здесь пусть у меня будет какая-то дырка, где вода будет видна. И вот здесь тоже. Теперь можно тёмной заполнять. Главное оставлять просветы. теперь тут ниже меньше просветов. А, тут классно расходится. Пусть расходится. По краям это всегда так красиво. Фиолетовый не хотела брать, хотела синий, я взяла фиолетовый, да? Так, ну что, а вот здесь у нас цветочки. Здесь поаккуратнее, так как мы здесь выписываем негатив. ювелирная работа. Ювелирная работа. Не люблю я эту ювелирную работу, но сегодня такой был ленивый день, что хочется сделать что-то продуктивное вот такого рода. чтобы этих пятен таких не было, мы их еще может побрызгаем. Не, бумага влажная, можно не брызгать. Правда, к тому времени, когда я закончу, она может и не будет влажная. при этом проблема живого звука, что невозможно все время говорить. Получаются молчаливые паузы, и я так предполагаю, что на это все нудно смотреть. Тут слишком много маленьких всяких мазков, нет там, чтобы краска бежала вот такого вот. Это становится нудно очень быстро. Здесь я ставлю светлое пятно, мне так нравится. Местами чуть добавим. Не знаю, как вам, а вот это мне нравится, это пятнышко. Немножечко веточек всяких добавим, чтобы что-то было. примерно так, да? Может, что-то еще отсюда где-то выходит. У меня все какие-то получаются симметричные. Можно еще парочку таких всяких. такого рода. Они были все разные. Я их тут помакну немножко. Думаю, брызгать или не брызгать. Оставлю. Пусть будет так. Все равно бумага влажная. Это все еще как-то разойдется. Теперь займемся мостом. Через речку идет мост. Буду использовать вот этот цвет. Такого рода. Надо желтее добавить. Какой-то грязно-желтый. Вот такой пойдет. Это место, наверное, важно еще потому потому что вот здесь по идее чуть берег виден. Мы берег позже сделаем. Надо пока мост наметить. И этот мост идет вот отсюда и вот так на этот берег. такой примерно толщины. Это далеко, поэтому он прямо тоненький. Вот здесь воду где-то моста входит. Не знаю, как это называется. А вот тут под мостом идет берег. Берег куда-то туда уходит. вот здесь мокрое, расходится постепенно. под мостом проходит тень. Понад берега маленькая тень. Знаете, что вот здесь мост внизу даже темнее надо сделать. Мы потом его еще темнее сделаем, когда это высохнет. слегка промокнуть, чтобы она не была такая четкая. Потом вот здесь какие-то линии оттечения, наверное. Мы тоже промокнем немножко. Вот это я все так и оставлю. это все так и будет. Я знаю, что вот здесь какой-то задний план надо все таки сделать. Это у меня как кусты и от них тени. Пусть будет пригодиться. Вот здесь мост вообще темная полоса идет от моста теневого. это я ставлю. нравится так. Ну что, в принципе, да, готово. Мне только надо этот мост навести темнее и некоторые ветки поднять выше, чем мост. А то вот это прямо закончилось там, где мост. Сейчас я сначала сделаю ветки. желтый почище сделаем. Возьмем два желтых натуральной яркой желтой это кадми. Так, кадми не был сильно ярким, а натуральный не был сильно темным. вот эту веточку мы поднимем выше. Можно тут и подружку сделать. Нечто такое. Вот здесь с этой стороны можно вообще забрызгать. кисточка маленькая брызгает неплохо. А теперь это будет моя вода и в эту воду мы введем давайте чуть-чуть черной чтобы на индиго было похоже. Теперь эту кисточку вытираю чтобы она не была сильной. мокрого. Не рисует гуще краска нужна. Тут где-то чуть-чуть линии поставим чуть-чуть буквально чуть-чуть чтобы было видно там какой-то берег идет. Здесь у меня четкая линия видна где тень и это та линия которую я хочу сохранить. что в принципе и все сейчас все еще мокрое все вот это блестит я не знаю видно на камере вот это вообще мокрое сейчас я промокну сразу видно видите какое мокрое и небо и небо тоже мокрое феном я сейчас сушить не буду я хочу чтобы у краски было время медленно расходиться и что-то там менять так что где-то через пару часов я включу камеру опять и покажу вам как это высохнет вот такая получилась работа сейчас она полностью высохла и вы видите как хорошо высохла бумага прямо ровненькая это бумага арчис даже после таких сложных манипуляций когда ее терла губкой она все равно хорошо выглядит и вот как получается когда вот здесь было высушено видно четкие границы четкие четко просвещается вот здесь где бумага была мокрая hello funny ну что же так как меня уже прерывают мне придется заканчивать это видео спасибо всем кто досмотрел его до конца я надеюсь что это видео вам понравилось обязательно возвращайтесь на мой канал до свидания